Всем привет! На связи обучающий центр Bailix со своим информационным проектом записки вебмастера. Из этого видео вы узнаете какую тему оформления дизайна выбрать для одностраничного сайта, разрабатываемого на CMS WordPress. Итак, поехали! Если вы не видели мое видео о трех основных способах создания лендинга, то в описании будет ссылка, посмотрите его обязательно. Также в описании будет ссылка на видео об основах работы CMS WordPress. Там же вы узнаете о том, как установить тему оформления на свою CMS. Как вы наверное уже знаете, у всех сайтов, созданных на CMS WordPress имеется как бесплатная, так и платные версии. Но в отличии, например, от тех же интернет-магазинов, где ограниченность элементов сайта или его функционал с легкостью компенсируется за счет применения плагинов или других хитростей, с одностраничными сайтами дело обстоит кардинально по-другому. Ограниченность в бесплатных версиях лендингов на CMS WordPress выражается в том, что не все блоки сайта будут вам доступны в бесплатных версиях. И в случаях, если вам какой-то из блоков в бесплатных версиях будет просто необходим, то вам придется раскошелиться и купить все-таки полную про-версию, где все блоки будут активны. Вот как-то так. И так как я говорил в прошлом видео, тем для оформления лендинга на CMS WordPress бесчисленное множество. Но в своей массе 80% этих решений представляют собой довольно-таки уж очень шаблонный вид. А именно имеют бледные начертания, стандартные иконки и набор простейших инструментов. То есть, по сути, это обычный корпоративный сайт, элементы которого были упорядочены под структуру лендинга. А дизайн таких шаблонных решений не вызывает вообще никаких эмоций, что для одностраничного сайта просто непростительно. Если вам нужны именно такие простые решения, то советую обратить свое внимание на две темы. Это лендинг пейдженси и лайтхаус. Я же в своем топе расскажу вам о самых лучших, ярких и качественных темах оформления лендинга на CMS WordPress. Открывает наш топ-6 тема под названием Канук. Это довольно популярная тема, ведь ее установили более тысячи раз. А что же она из себя представляет? Первый экран представляет собой шапку сайта, где находятся контактные данные компании, логотип или название организации, а также навигационное меню. Далее находится слайдер, на котором расположен заголовок и подзаголовок. Здесь лучше всего разместить информацию о тематике вашего сайта. Также лендинг имеет следующую структуру. Во-первых, это баннеры. Затем имеется возможность прикрутить сюда блок, что является довольно жирным плюсом для любителей подключить дополнительный бесплатный трафик по системе контент-маркетинга. Также есть блоки с преимуществами в виде текста с триггерами. А также имеется возможность разместить галерею изображений, например, для сайта, презентующего портфолио. Также здесь мы сможем отобразить наше видео, разместить слайдер-карусель и использовать его, например, в качестве блока с нашими партнерами. Ну и, конечно, завершает сайт блок-подвал. Тема довольно-таки неплохая и рабочая. По 10-ти бальному рейтингу я ее оцениваю на 7 баллов. Далее нашу пятерку открывает решение Уинсом. Эта тема менее популярна, так как ее установили чуть более 700 раз. По структуре блоков она, в принципе, идентична прошлой теме. То есть тут присутствует стандартный набор, который просто необходим для абсолютно любого лендинга. Но в отличие от предыдущего решения, здесь есть два блока с показателями кампании. Один выполнен в виде линеек, другой с эффектами бегающих цифр, что выглядит очень круто. Также имеется вот такой привлекательный блок с триггерами, который можно использовать под описание основных преимуществ продукта. А так все стандартно. В общем, тема классная, которую я оцениваю по рейтингу в 7,5 баллов. Чуть-чуть не дотянуло до тройки лидеров тем решение под названием NovaLight. Эту тему установили чуть более тысячи раз, что говорит о ее довольно-таки относительной популярности. Давайте посмотрим, что же предлагают нам авторы-разработчики в данном решении. Во-первых, как только мы попадаем на сайт, который оформлен с помощью этой темы, мы сразу понимаем, почему он является одним из лучших решений. На первом экране нашему вниманию открывается анимационный слайдер с плавной сменой фоновых изображений посредством анимационного эффекта «Сияние». Далее мы обнаруживаем, что при прокрутке сайта выезд последующих блоков осуществляется с помощью анимационного эффекта «Жалюзи», что явно добавляет этому сайту рейтинговых баллов. Отличительной особенностью этого сайта также является наличие блока прескоранта цен, а также возможность подключить данному лендингу функционал интернет-магазина, что является очень крутым преимуществом. В общем, тема явно достойная и однозначно может быть рекомендована к использованию. Ее рейтинг составляет 8 баллов из возможных 10. Нашу тройку титанов открывает тема под названием «Онлайн Лайт». Точнее, это не совсем тема, вернее сказать не только тема, а целая линейка решений. Ведь она включает в себя еще две дочерние темы «Онлайн Пейдж Боксет» и «Онлайн Икс». Но мы остановимся на главной теме «Онлайн Лайт». Итак, чем же она заслужила свое присутствие в топ-3 решений для лендингов, разработанных на CMS WordPress? Во-первых, конечно же, своей комбинированной анимацией при прокрутке страницы. То есть, по мере того, как вы изучаете сайт при прокрутке, заголовок каждого блока плавно выезжает справа, а контент его, соответственно, слева. Кроме того, этот сайт имеет трендовый дизайн блоков, которые выполнены не с прямыми границами, а с косыми, что является очень крутым решением по дизайну. Также здесь имеется возможность подключить интернет-магазин или блог. А раздел с сотрудниками компании имеет очень крутые иконки ссылки на социальные сети. Хотя не все из этих социальных сетей популярны на нашем русскоязычном пространстве, но это уже совсем другая история. В целом, сайт достойный и очень стильный, что позволяет ему открывать топ 3 лучших решений по созданию лендинга. Его рейтинг составляет 8,5 баллов. Вторую строчку моего топа занимает тема King Cups. Но здесь я вам хочу рассказать небольшую предысторию. Очень долгое время это решение было моим любимым на WordPress. И на самом деле, когда я приступил к созданию этого видео, эта тема была лидером моего топа. Но при отборе лучших решений по созданию одностраничного сайта, я нашел такое крутое решение, которое сдвинуло моего лидера с первой позиции. Но об этом чуть позже. А сейчас давайте я вас познакомлю с поверженным бывшим чемпионом темой оформления King Cups. Итак, чем же она хороша? Да, здесь нет вообще почти никакой анимации, по сравнению с решениями, которые занимают более скромные позиции в моем топе. Но этот шаблон имеет очень стильный вид, плюс тщательно подобранную структуру. Ведь, например, в шапке обычные элементы дополнены кнопкой обратной связи. Слайдер имеет очень изящный вид, а под ним имеется блок, состоящий из трех разделов, где вы можете своим потенциальным клиентам рассказать о трех самых важных вещах, которые убедят его сотрудничать именно с вами. Дальше по блокам тут все более или менее стандартно и совпадает с другими решениями, представленными в моем топе. В общем, этот сайт берет дизайном. Его рейтинг составляет 9,5 баллов. Ну и так, давайте я вам представлю лидера моего топа, и так уж вышло, что полное открытие для меня. Знакомьтесь, тема под названием «Элеганто». Посмотрите, какая она яркая и стильная. Тут нет никакой анимации, но зато применяется к некоторым блокам эффект фиксированного фона. Еще прикольно выполнено меню с подсветкой. Также здесь имеется интересно составленный блок с изображениями, которые отображаются в зависимости от того, к каким вкладкам оно относится. То есть, этот сайт можно идеализировать, например, под портфолио и даже блог, потому что здесь имеется возможность интеграции функционала блога на этот сайт. В общем, это такой лендинг-праздник. Наверняка у вас возник вопрос, какую же тему выбрать? Давайте так, если вам нужно презентовать свое портфолио или вести блог, например, про моду или путешествия, то ваш выбор – это однозначно тема «Элеганто». Если же вам нужно создать небольшой магазин в виде лендинга, то смело используйте тему «Онлайн Лайт». Ну а если нужно рассказать о своей компании и все это представить в виде одностраничного сайта, то решение «Кинг Капс» – это ваш путь. А вообще можете использовать любую тему из этого топа, они более чем достойные. Пишите в комментариях, какая тема вам больше понравилась на канал, если, конечно, вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить очень важный и полезный контент. А на сегодня у меня все. С вами был обучающий проект «Записки вебмастера». До встречи на волнах наших эфиров. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!